По мнению экспертов, Екатеринбург в случае победы российской заявки на право проведения всемирной выставки Экспо-2025 станет примером для всего мира с точки зрения того, как нужно строить умные города. Екатеринбург благодаря Экспо станет примером строительства умных городов для всего мира. Об этом заявил президент Российской Академии наук Александр Сергеев в ходе пресс-конференции, посвященной презентации заявочного досье команды Российской Федерации на Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок. Он подчеркнул, что экономический прогресс может быть обеспечен только за счет привлечения новых технологий, поэтому сейчас необходимо создать такие умные города, в которые потянутся ученые. Нужно аккумулировать в них интеллектуальную элиту. С этой точки зрения Екатеринбург устроен очень удачно. Это город, в котором у нас сейчас есть мощнейший научный технологический потенциал. Это город, где есть отделение Российской Академии наук. Сегодня переводились цифры. В этом городе больше 50 научных учреждений. И это наш крупнейший образовательный центр. У нас в Екатеринбурге больше 250 тысяч студентов. То есть этот город, который приспособлен для того, чтобы быть образцом вот такого вот города будущего. По словам губернатора Евгения Куйвышева, в наследие уральцам после проведения Всемирной выставки достанутся не только развитая транспортная и гостиничная инфраструктура, но и целый город для реализации образовательного и научного потенциала нашего региона. Мы действительно подключили, попросили наших коллег с Российской Академией наук включиться в работу над созданием на базе экспопарка серьезного научно-исследовательского кластера, который будет работать и после проведения выставки. Ну и, конечно же, самая главная цель наследия – это развитие человеческого капитала, ну и, конечно же, нашего подрастающего поколения детей. Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Коломанов, отвечая на вопросы представителей СМИ на полях Генассамблеи, отметил, что сегодня впервые было заявлено о возможном создании на территории будущего экспопарка особой экономической зоны. Это даст серьезный импульс развитию Свердловской области, это даст серьезный импульс развитию страны в целом, это и налоги косвенные, которые будут поступать в бюджеты различного уровня, ну и также развитие промышленности, развитие сопутствующих направлений отраслей экономики. Продолжение следует...